Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разбирать учебник Grammar Way One и у нас произношение определенного артиста. Произносится либо как D, то есть межзубный звук, D и E, перед словами, начинающимися с согласного звука, и как Z, межзубный D и E, долгое, как перед словами, начинающимися с гласного звука. Давайте сделаем вместе второе упражнение, чтобы нам было это все понятно. Распределим по двум колоночкам D и V. Итак, car начинается с согласного звука, ставим в первую колонку. The car – автомобиль, лук, крыша, с согласного звука, в первую. The roof – onion, лук, с гласного звука, the onion, во вторую колонку. Girl – девочка, с согласного звука, the girl. Book – книга с согласного звука, в первую. The book – ox, бык, с гласного звука, the ox, во вторую колонку. Actress – актриса, с гласного звука, во вторую колонку. The actress – bus, автобус, с согласного звука, в первую. The bus – key, ключ, с согласного звука, в первую. The key – apple, яблоко, с гласного, во вторую колонку. The apple – orange, апельсин, с гласного звука, во вторую. The orange – elephant, слон, с гласного звука, во вторую колонку. The elephant – knife, ножик. Кей здесь не читается. Knife – согласный звук, в первую колонку. The knife – umbrella, зонтик. Звук – гласный звук, сюда ставим, во вторую колонку. The umbrella – watch – это наручные часы, согласный звук – what, в первую колонку. The watch – owl – это у нас сова, гласный звук – the owl. Продолжаем вместе делать упражнения. Разберем, где здесь нам нужно поставить артикль «the», а где не нужно. Amazon – это амазонка, река. Вспоминаем, что реки, моря, океаны требуют определенного артикля «the». Поэтому the Amazon – the Amazon. To play – сочетание слова, глагола «играть» и музыкальных инструментов требует артикля «the». To play the guitar. To play the guitar. Играть на гитаре. Turks – турки. Мы говорили, что национальности в помножительном числе требуют определенного артикля «the». The Turks. Tennis – вид спорта. Игры и спорт не требуют артикля. Поэтому здесь прочит, ничего не ставим. Sahara – пустыня. Так же, как реки, моря и океаны, пустыня требует определенного артикля «the». The Sahara. Earth. Земля, земной шар – единственный уникальный предмет, поэтому артикль «the». Pacific – это тихий океан. Океаны, мы сказали, реки, моря и океаны требуют артикля «the». The Pacific. Sky – небо. Единственный уникальный объект. The sky. To have lunch. Мы говорили, что иметь завтрак, обед и ужин не нужно никакого артикля. Здесь прочит. To have breakfast, lunch, dinner. USA – штаты требуют артикля «the». Переходим к следующему упражнению. Надеюсь, что в третьем вам все ясно. Ставим артикль «the», где это необходимо. The book in the picture is red. То есть, книга на картинке красного цвета. Конкретная книга на конкретной картинке, поэтому «the book» и поэтому здесь «the picture». Sea is blue. Море голубого цвета. Просто море, просто голубого цвета. Нет никакой конкретики, поэтому артикля нет. Здесь прочит. Mike is a good student. Mike is a good student. Артикль перед Майком не ставится, так как это имя собственное. Mississippi is a long river in America. Mississippi is a long river in America. Mississippi – это река, длинная река в Америке. И перед реками, мы говорили, ставится определенный артикль «the», так же как «amazonка». «the Amazon», так же и «Mississippi» будет «the Mississippi». «Basketball», так же как и в прошлом упражнении «tennis», «спорт», «игра» не требует артикли. «Basketball» is a nice game. «Basketball» is a nice game. Итак, четвертое упражнение мы тоже сделали. И последнее на сегодняшний урок – это пятое. Пятое упражнение. Здесь немножко сложнее задачи. Нужно вставить неопределенный артикль «a» или «n» или определенный «the», где это необходимо. Итак, «the Acropolis» is in Athens. Акрополь – это уникальный предмет, объект, как мы говорили в случае с Аджмахалом или с Парфеноном, поэтому артикль «the» и произносит он «the», потому что «Acropolis» начинается с гласного. «Афины» – это город, имя собственное здесь не ставится артикль. Дальше. У меня зонтик. Какой-то зонтик. Какой-то зонтик. Можно его посчитать. То есть, существительное в единственном числе какое-то неопределенное, поэтому артикль будет неопределенным. То есть, нам нужно поставить «e» или «n». Так как начинается с гласного звука, мы поставим «n» и получится «I have got an umbrella». София из Италии. Итальянцы – прекрасные люди. София – это имя собственное, поэтому артикля не будет. София из Италии. Италия – это страна, тоже мы не ставим артикля. София из Италии. А вот итальянцы, национальность во множественном числе требует определенного артикля, поэтому здесь будет «the Italian» – «are nice people». «Mr. Smith is Mr. Smith – учитель». Мы говорили с профессией, мы ставим неопределенный артикль «e» или «n». «Teacher» начинается с согласного, поэтому артикль «n». «Mr. Smith is a teacher». Он сейчас в классной комнате, в какой-то конкретной классной комнате, поэтому he is in the classroom, in the classroom now. Sally. Sally – это имя, имя собственное без артикля, прочее. An actress – это как профессия, поэтому мы опять используем неопределенный артикль. Sally is an actress. She is a good actress. Мы помним, что если есть прилагательный, как здесь в данном случае будет, и после него существительный, то впереди мы поставим артикль неопределенный, в данном случае. She is a good actress. То есть артикль ставится перед прилагательным, не перед существительным. Нью-Йорк – это город, артикля нет, здесь прочерк, который есть собственное. А имя, собственно, is in… И здесь мы вспоминаем, что USA – это штаты, и нужно поставить артикль «the» – «is in the USA». Находится Нью-Йорк в Соединенных Штатах. Итак, мы сделали с вами несколько упражнений. Надеюсь, что вам стало понятнее. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в группе комментарии. Я на них отвечу. Продолжение в следующем видео. Успехов во всем и в изучении английского в том числе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!